Мы с вами, вот когда говорим о Исидии и Осирисе, говорим не о каких-то вот вдруг, неизвестно откуда появившихся божествах, мы говорим о завершении того, что сами египтяне называли Великой Девятерицей, Великой Неадой по-гречески, она связана с творением мира, Бог-Творец, в данном случае это Атум, или всего-то Атум-Ра, он единый, египтяне постоянно подчеркивали, что творение происходит без второго, нет никакого изначального супружеского акта мужского и женского божества, скажем, Месопотамии, Тиамат и Апсу, которыми творится мир. Мир творится одним Богом, естественно, мужским божеством, и выбираются смелые, на наш современный даже вкус, может быть, предсудительные или неприятные образы, но которые должны подчеркнуть то, что мир творится одним Богом-Творцом, но при этом творится из него самого, он часть Бога-Творца, поэтому говорится, что мир творится, скажем, всеми извержениям, мускулапанцией Атума, и это изображается статуарно, мир творится изболеванием, первая пара Богов, это Шу и Тефнут, Тефнут так и переводится, это извергнутая, изклеванная, Шу, как правило, именно связан с именем, с понятием света, Тефнут, кстати говоря, связанная, несмотря на свое, на наш взгляд, предсудительное появление, спали от категории правды, Маат, космическому строяющему закону, Шу и Тефнут уже порождают божественное небо и божественную землю, Геба, земля, Енут, небо. Для нефтян другие слова использовались и для неба, и для земли в обычном языке, для неба пэт, для земли та, но в священном смысле, что небо и земля, как священные, сущие, как священные явления, они связаны с именами и персонифицированы в Гебе, и, ну, причем Геб, как-то не странно, это земля, а Нут – небо, хотя обычно, как вы знаете, мать, сыра, земля и небо – это мужское божественное начало. И вот от брака Геба и Нут происходят четыре божества, и так завершается девятийца. Это Осирис, Исида, Нефтида, Сетра – два мужских и два женских божества, которые выполняют в этом мире важнейшие функции. Осирис – это рождающее начало, начало созидающее, начало жизни. Он дает жизнь, и дает жизнь с избытком. Земля и небо не имеют смысла, если в них нет жизни. Вот здесь жизнь дается с избытком, и податель жизни, и жизнь датель – это Игна Сиус. Понятно, он связан с Атомом, Шуитеп, Нут, Гебом и Нут. Это одна линия, это одно божество, если угодно, но не как в христианстве принято, в трех лицах, а в девяти лицах. То есть, примерно тот же образ. И девяти лиц изображается знаком девяти богов, то есть, девять этих штандартов или топоров. Но при этом часто к девяти лицах обращаются, как и у нас, к троице, в единственном числе в Египте, а не во множественном числе, подчеркивая, что девять – суть одно. Но его братом является Сет. Сетек по-египетски. Сет – это греческое уже произношение. Это для нас не совсем, на первый взгляд, понятно, как такое может находиться в божестве. Сет – это то, что пресекает, убивает, то, что порождает разрушение. Но если мы вдумаемся, то ведь мир невозможен одним созиданием. Созидание возможно только через разрушение. Скажем, даже когда человек в Библии создан и оказывается в раю, он же ест и пьет, и он должен размножаться. Там именно в раю говорится, Адам и Еве плодиться, размножайтесь. И им дается всякая еда, растительная, конечно, всякий плод, но тем не менее еда. А что такое еда? Еда – это разрушение зерна, разрушение плодов, их умирание, и при этом это новая жизнь. С другой стороны, что такое рождение ребенка? Это уничтожение женской и мужской клеток, как отдельных клеток, появление новой клетки, которой есть новый человек, новая жизнь. То есть разрушение и созидание – они вместе. И греческая философия, которая сама считала, что она ведет начало из Египта, она подчеркивает, что смерть и жизнь, разрушение и созидание, еще Пифагор об этом говорит, это двухактное бытие. Нет бытия с одним созиданием, бытие может быть созиданием через разрушение, но разрушение подчинено созиданию, разрушение должно быть подчинено созиданию. И в этом смысле сет должен, он младше брата, он должен быть подчинен Осирису. Само по себе имя Осирис, как слово Исет, Ирод, место глаза, появляется в текстах пирамиды Унуса, впервые, то есть в конце Пятой династии, а его изображение появляется у отца Унуса, которого могилу, которую пирамиду мы посещали в Саккарии. Конец Пятой династии. Но на самом деле, если имя Осирис, Исет Ирод, это возможно, скорее всего, искусственное образование, созданное жрецами, созданное священниками, чтобы просто обозначить некую сущность. Сама сущность намного древнее. Она, безусловно, доисторическая. И мы с первой династии встречаем имя Хэнти Аминькил, первые запады. Вот именно под этим именем Осирис был известен. Что такое первые запады? Это первый познавший смерть, запады того смерти, и это тот, кто предводительствует всеми умершими. Оба эти значения вкладывались в имя Хэнти Аминькил, Хэнти Аминькил. И второе его название – это добробытийный, тоже, естественно, кличка. Вообще все это клички. Нужно понять, что если у Бога и есть имя, то оно нам неизвестно. Но тот, кто знает имя, тот владеет сущностью. Мы не владеем сущностью Осириса, поэтому мы можем только говорить в его прозвании. Имя Бога в Ветхом Завете, якобы, да, или как переводит Ягова, это же тоже только прозвание – сущий. Вот другое прозвание с древнейших времен – Осириса Урнефер – добробытийный. От имени Урнефер, кстати говоря, происходит имя Ануфрии. Восславление Осириса хранилось, дошло до нас в замечательном тексте, правда, среднего царства. Но это гимн, так называемый лувровский гимн Осирису. И я, конечно же, по той книге, где мы с моей женой Ольгой все это описали, я позволю себе прочесть текст, потому что стихи такого уровня я на память помнить не могу. А в основном это лувровский текст, но конец добавлен из других вариантов этого же гимна. Слава тебе, Осирис, сын Нут, двурогий, высоковенчанный, увенчанный и обрадованный девятирицей, трепет перед тобой вселил аду в сердца людей, богов, воскрешших и умерших. В Иуну, то есть Гелиополь, да, нынешний каин, в Иуну была вручена тебе власть. Велик ты явлением своим в джеду, владыка ужаса на двух калмах, господин Хстраха, Версетау. Версетау это как раз Сака и Гиза. Владыка трепета в Хенесе, владыка могущества Чененет в святилище в Мемписе. Великий любовью на земле, владыка славы в палатах дворца, великий прославлением и в Абедосе. Кому дано было победное торжество пред девятирицей, для кого были совершены заклания в великой зале Хервера, кого страшатся великие силы, перед кем славные встают с мест своих. Ужас пред тобою соделал шут, трепет пред тобою сотворила Тепну. Тебе приходят два собрания, кланяясь доле, ибо велик страх перед тобою, силен трепет перед лицом Твоим. Сеосирис, владыка богов, великая сила небесная, правитель живущий, повелитель тех, кто вы на бытии, прославляют Тебя тысячи в Хераха, местность к югу от Улы. Превозносят Тебя множество в Улу. Ты владеешь приговором, объявляемым в палатах высотки. Тебе приносятся жертвы в Менфисе. Тебе совершаются ночные празднества в Сехеме. Взирая на Тебя, молятся Тебе боги. Взирая на Тебя, поклоняются Тебе воскресенье. Ты оплакан множествами на земле. Ты прославлен Тебе, кто вы на бытии. Это Стелла Собек Ири, Лувр, Ц-30. Это величие Осириса. Но главное в нем связано с другими. Не с величием, а с его смертью, с его максимальным унижением. Такой египтолог эпохи Второй мировой войны и после нее, Самуэль Мерсер, он проводил линию, что имя Осирис связано с именем Ашура, Асур, то есть миспотамской традиции, и усматривал даже знак Осириса, этот столб Джет, с кедром, охваченным металлическими такими обручами для крепости, который был символом Ашура. Сами жители Месопотамии Ашура соединялись с шумерским именем Думузи, аккадским, то есть семитским именем Томуз. А Думузи, это единственное слово, которое, может быть, точно переведено, это Думузи, это верный сын. Осирис был тем, у кого был верный сын, это город. Как я говорил, это имя соединено с именем Исида, Исида, супруга Осириса. А супруга Исида была та, кого греки называли Нефтида, переиначив египетское слово Небетхет, владычица дома. Но дом – это загробный мир. Это понятно, что жена того, кто разрушает, она, владычица, и на бытие. Интересно, однако, что для египетского сознания небытие не страшно и не ужасно, небытие блаженно. И поэтому Нефтида, она, являясь супругой Сета, почти нигде супругой Сета не называется. Это очень редко, когда она называет супругой Сета. Как правило, она называется возлюбленной сестрой Осириса, которая Исида была. По позднему преданию Нефтида была не только сестрой, но и возлюбленной Осириса. И от него, от Осириса, она рождает того, кого мы знаем, как Анубис, гор и на бытие. Если от Исида рождается гор, то от Нефтида рождается Анубис, гор и на бытие. Исида повсюду соединена с именем Зерна. Осирис Зерно, Осирис Неппер. И, соответственно, жизнь прорастает через него. Есть 330-е речение текстов-саркофагов, где об этом говорится очень красиво. Я попробую его сейчас найти. Но до этого, пожалуй, я прочту один из самых древних текстов, как раз пирамиду Умаса, где упоминается Осирис. Это 219-е речение текстов-пирамид. Оно связано с заупокойным культом, конечно. И если Осирис победил смерть, то и Умас победил смерть. Вот в этом суть, собственно говоря, этого речения. Но здесь очень важно, что все боги-девятилицы играют в этой мистерии свои роли. Позитивные или негативные. И еще очень важно, что одним из лиц является тот, кто потом никогда в Девятилицу не входил. Это бог Тот, который бог письма, изображающийся в виде ибисоголового бога, который потом читает приговор на суде как раз Осириса по смертным. Но тогда он, вот в этом древнейшем тексте, он вместе с этим. Вот как звучит этот гимн. Естественно, с выпусками, потому что там про каждого бога идут повторы, про каждое лицо девятилицы. Дальше. И так далее. О Исида, себрат твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. И так далее. О Сет, себрат твой Осирис, который был восставлен, дабы жил он и мог наказать тебя. О Нефтида, себрат твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. Отход, си брат твой Осирис, который был восставлен, дабы жил он и мог наказать себя. О город, си отец твой Осирис, который восставил ты, ты, дабы жил он. Вот весь осирический этот гимн, весь осирическое это предание, оно здесь. Значит, что же происходит? Осирис, как добрый правитель, он именуется третьим, даже четвертым, после Атома Ра, Шу и Геба правителем мира, он созидает этот культурный мир, созидает его в течение лунного месяца или количество лет, равных лунному месяцу, то есть 25 или 28 лет. Но его брат Сет завидует, так, по крайней мере, рассказывает Плутарх в своем знаменитом тексте о Исиде Осирисе. Это его письмо, трактат, который он написал благочестивой жрице Клея, греческой. И это самый наш главный источник по преданию об Осирисе. Конечно, все рассказано в стиле греческой мифологии. Сет завидует Осирису и убивает его. У Плутарха все это расписано очень ярко, что там дам пир, на этом пир выносится саркофаг, гроб, который все в гости предложены. Я подарю этот саркофаг тому, к кому он подойдет, ковчег, и он подходит Осирису. Это было сделано заранее. Осириса заколачивают в этот саркофаг, заливают свинцом щели и бросают в Нил. И он проходит по Теницкому устью, которая с тех пор считается проклятым у египтен. Его уносят в этот саркофаг. Конечно, люди, как говорят, с улицы могут сказать, а как же все гости, почему они защитили Осириса, почему они спасли? Но, понимаете, это досуга от того. Бог должен был умереть. Он должен был познать смерть, чтобы победила жизнь. По сути говоря, христиане узнали в этом судьбе Осириса, судьбу Христа. Если бы не умер Христос, христиане бы не могли верить в воскресенье. Так вот, Осирис заколачивается в этот гроб, отправляется вниз по Нилу. Естественно, масса точек на Ниле, по которым мы поплывем и будем рассказывать вам, они связаны с этим преданием. Потому что, так или иначе, там гроб проплывал или даже останавливался. Но в итоге его вынесло из Нила и прибило около древнейшего финикийского города Библа к берегу моря. А финикийцев, фойника, их знают в текстах пирамид уже. То есть, это реальность историческая, культурная, известная историка. И жена Исида, и Нефтида, ее сестра, они идут вместе искать тело Осириса, и нигде его не могут найти. И за упокойный плач, который во все тысячелетия египетской истории исполняли плакальщицы в Египте. По сути говоря, похороны с плакальщицами до сих пор распространенные в Египте и вообще на Переднем Востоке традиции. Таких женщин даже нанимают специально, потому что не все умеют, как надо плакать. Так вот, Исида и Нефтида, они плачут, ищут, спрашивают, не видели. И в итоге приходят к этому финикийскому царю в Библу. И Исида, она великая волшебница. Она вообще, имя Иси, это престол, трон, на котором находится глаз Осириса. Место глаза это Исида. Это сам по себе престол, она изображается трехступенчатым вот этим древним троном. Она прозревает, что главный столб дворца, это дерево, но оно заключает в себя гроб Осириса. И она просит, чтобы царь подарил, выдал ей этот столб. Опять же, эти все подробности у Плутарка, но то, что с финики связаны с судьбой Осириса, есть намеки на это и в текстах пирамиды, и в текстах Саркопада. И Исида выдается этот гроб, и Исида и Нефтида. И они его выносят в дикое место, пустое место, на берег моря где-то, где нет людей. Открывают этот гроб, и там лежит тело Есида. И тогда Исида и Нефтида оживляют на какой-то момент это тело. И совершается то, что описано тоже в текстах пирамид, это уже более поздний текст, это текст Пеппи Второго, Накаркала. Но тем не менее, это шестая династия, это рядом. Они оживляют Осириса и соединяются к себе. Исида соединяется с мертвым Осирисом, распростерта ее крылья, она соединяет с ним, как с мужем. Вот как это описано в речении 694. Я нашла, я нашла его, глаголит Исида, я нашла его, глаголит Нефтида, ибо узрели они Осириса, лежащего на Баку, на берегу. А дальше идет 535. Приближается Горшуница, приближается Соколица, это Исида и Нефтида. Приближаются они в поисках брата своего Осириса, в поисках брата своего Пеппи, потому что речь идет о Пеппе Второго, Накаркала, и соответственно оживление Осириса, это оживление Пеппи. Плачь над братом своему Исида, плачь над братом своему Нефтида, плачь над братом своим. Садится Исида, руки ее на голове ее, сжимает Нефтида сосцы грудей своих, в скорби по брату их Пепе. Дальше речение 1005-1007. Слышен крик Исида и Нефтиды. О, Осирис, твоя старшая сестра собрала плоть твою, соединила руки твои, та, которая искала тебя и обрела тебя на берегу Неддета. Неддет – это место потопления Осириса. И вообще образ потопления Осириса связан с этим образом смерти. Часто вода – это вода смерти, вода неподъяна. Омывает тебя Исида, очищает тебя Нефтида, те две великие могущественные сестры твои, которые собрали плоть твою, соединили уды твои, которые сделали так, что появились очи твои на лице твоем. Таким образом, он восстановлен и она с ним соединяется. В результате этого соединения с мертвым Осирисом зачинается гора. Зачинается гора, гора – это Вышний, в переводе с египетского языка возвышенный. И Исида, боясь… А это тоже интересный момент, что это не происходит в какие-то времена, когда еще нет, скажем, людей. Люди уже есть. Земля уже населена. Так же, какие распятия Христа происходят в историческое время. И здесь уже есть люди. Это все в человеческое время. Практически царит над миром Сет. Осирис повержен. И, боясь Сета, Исида отправляется рожать. Вот, дом рождения. Отправляется рожать с гора на остров Дельты, среди камышей, где нет ни еды, ничего, в общем, но вода. И рыбаки, простые рыбаки, привозят ей пищу, заботятся о ней, а когда рождается Сета, когда их гора подрастает, тогда является ему умерший отец Осирис и готовит его к битве с Сетом. Той битве, где должно произойти поражение Сета, утверждение гора как наследника Осириса и, наконец, оживление Осириса. И так же, как мы уже слышали в текстах пирамид, оживает Осирис, так же будет оживать каждый умерший. Именно поэтому грамм Осириса и Осириса очень важен. И Осирис, и Осирис, это так называемая жизнедательная двоица. Двое, которые дают жизнь. Каждый, желая жизни, победы над смертью, он обращается к Осирисе, и она ему дает возможность через семя Осирис. Осириса стать самому гором и самому стать Осирисом, то есть победа над смертью. Именно это привлекало столько людей в это место, и именно поэтому, когда приходит христианство, ну, по сути говоря, теряется смысл в этом таинстве. Ибо новое учение по-новому дает шанс на наслаждение. В драмовом комплексе «Филе» большое значение имели ворота выхода, через которое статую Исиды выносили и отправляли на остров Осириса, и потом дальше в южные страны, в Нубию, и храм возвращения Исиды, это храм Хаткон, в котором мы сейчас находимся. Здесь вот тоже выход на Нил, и через них статую вносили, вносили опять на остров, и опять возвращали великое святилище. Этот маленький храм Хатхор, он полон ликования от возвращения великой боги. Но ведь не случайно Осириса ассоциируют, и древние четко его ассоциировали с Дионисом. Подобно Дионису, Осириса окружает вот эти божества, опять же, подобные сатирам, это божества беса. Они играют на музыкальных инструментах, они пляжут, танцуют. Здесь изображение массы людей, которые молитвенно встречают великую богиню. Эти люди изображены символически, в виде птиц с переломным крылом, в виде ракид, которые тоже молятся, радуясь возвращению великой богини в свой основной храм. Так что вот этот маленький храм Хатхор, он наполнен радостью встречи после священного объезда Исидой ее африканских нубийских владений и посещения могилы своего умершего супруга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, мы находимся на другом острове, который буквально в двухстах метрах от настоящего острова Филе. Вот этот остров Филе, это только вот эти блоки, которые торчат из воды, и маленькая песчаная полоска. Все остальное затоплено, все остальное из этого острова перевезено. Но этот остров немножко выше, и он сохранился лучше. Хотя значительная часть структур тоже под водой. Это остров Осириса. Здесь, в этих удивительных камышах, которые, видимо, тогда росли по разные стороны священной дороги, находился храм Осириса, его священный холм, где он был похоронен, где его оплакала Исида. Мы будем знать, что потом его расчленил Сет, Исида вновь собрала большую часть его тела, оплакала и похоронила. И хотя могилы Осириса показывают во многих местах, но, понятно, рядом со священным храмом Исиды не могло не быть и храма Осириса. И вот сюда проносили стапли Исиды, это священные холмы. Они сохранились, они над водой. И несли к могиле Осириса. Здесь происходило и оплакивание, какое было, когда Исида собирала разрубленные Сетом части Осириса, и ликование воссоединения, и упование будущей жизни. Потому что, так же, как Осирис, мертвый за Челгора, так же потом он воссоединился. И мы знаем в текстах пирамид, многократный потом закопал восстановление тела. Прими голову свою, возьми, собери кости свои, восстань, ибо ты не подвержен смерти, ты не подвержен тлею. Это постоянные слова, они звучат в пирамиде Унриса, они звучали, безусловно, и раньше, только не были записаны, они будут звучать позже, во все время египетской истории. И это происходит, как мы знаем, из пирамиды Унриса, потому что восстал Осирис. И вот здесь он погребен, здесь он восстает. Так же точно, как мы чтим, христиане чтят место погребения Христа, так же египтяне почитали место погребения Осириса, потому что Осирис так же восстал из мертвых. Он так же победил смерть. И это величайшее такое святыня отмечалось вот на этом маленьком, ну и в общем-то сейчас уже заросшем полностью островке Бекан в водах Нила. Бекан в водах Нила. Бекан в водах Нила.